Здравствуйте! Сегодня на актуальные темы мы беседуем с главой Алданского района Северином Позняковым. Северин Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Северин Николаевич, чем особенно запомнился 2017 год? Чего удалось добиться именно в глобальном смысле? 2017 год для Алданского района выдался плодотворным, богатым на события, свершения. Стоит отметить и наши крупные предприятия, которые модернизируют свое производство, наращивают объемы добычи полезного цветных металлов, золота. На сегодняшний день ПАО «Селегдар» открыл новую золотоизвлекательную фабрику летом прошлого года. Алдан золото у нас модернизирует свое производство и заходит на новый для них способ добычи золота методом кучного выщелачивания. Железнодорожники наращивают объемы перевозок. У нас продолжается строительство федеральной автомобильной дороги «Лена», которая на сегодняшний день уже на хороший процент одета в асфальт. И это улучшает наше транспортное снабжение как с Якутском, так и с южным районами нашей республики. Продолжается строительство магистрального газопровода «Сила Сибири». Активно участвуют, заходят подрядчики, которые добиваются не только производственных успехов, но и вносят свою лепту в социально-экономическое развитие всего района. В целом для района мы завершили программу переселения из ветхого аварийного жилья вовремя и в срок. И у нас все люди, которые стояли в очереди, и те, которые должны были расселиться, и дома, которых были признаны до 01.01.2012 года, все получили новые квартиры. Мы активно реализуем свою инвестиционную программу. У нас в селе Хатастырь появился новый культурно-спортивный комплекс. В прошлом году мы начали, и в этом году тоже закончим. Культурно-спортивный комплекс в поселке Ленинском. Благодаря республике, активно я бы хотел тоже поблагодарить правительство республики, главу республики за то, что у нас появилась долгожданная школа в Алданском районе, в поселке Солнечном. У нас открылась школа на 275 учеников. 2017 год выдался таким богатым на события. И те мероприятия, которые начаты в 2017 году, они, конечно, переходят и на 2018 и будут продолжаться. Мы ждем, извините, мы ждем много, много есть чего рассказать. Мы ждем ИСЭХАЛАНХО, активно к нему готовимся, активно наши творческие коллективы готовятся к этому. То есть, 2018 год тоже будет очень-очень богатым годом на события, различные события, культурные, промышленные и так далее. В рамках этих мероприятий, конечно, они покажут многогранность своей культуры, многогранность тех людей, которые проживают на территории Алданского района и проживают в целом на территории республики. То есть, это будет такой красочный, дружный праздник, который покажет наше единство всех народов, которые проживают на территории нашей республики. Я думаю, что это очень важно. И в нынешнее время, когда мы испытываем давление санкциями и так далее, надо показать наше единство, а не разобщенность. И вот этот праздник, я думаю, покажет единение народов, которые здесь проживают. Все мы следим за Олимпийскими играми в Корее. Там тоже объединение российских граждан, российских спортсменов. И то, что наши участвуют и завоевывают медали, это, естественно, дает стимул для развития спорта в стране, строительства новых объектов. Говоря об объектах, когда все-таки у нас бассейн в Алдане заработает, а то наши пловцы занимают призовые места на республиканских соревнованиях, как тренируются в Куранахе. Ну, давайте учитывать, что Куранах — это не Москва, они тренируются на территории района. К сожалению, они испытывают некие определенные неудобства, потому что должны ездить за 25 километров. Но работа по реконструкции бассейна ведется постоянно. И мы понимаем всю необходимость этого сооружения, бассейна на территории района, и жители уже неоднократно ставили эти вопросы перед республиканской властью, в видении которого находится этот бассейн. К сожалению, идет все достаточно трудно, достаточно медленно, потому что и тяжелый бюджет республики не позволяет, может быть, в один день его реконструировать. Но, тем не менее, постепенно определенные деньги закладываются. И, еще раз говорю, пусть не в один день, но, я думаю, в течение такого, может быть, как бы не хотелось бы загадывать, что там десятилетия или так далее, в течение нескольких, может быть, лет, если при благоприятной финансовой составляющей республиканского бюджета, я думаю, найдутся деньги для его достройки и его реконструкции. Потому что мы, жители, очень-очень рассчитываем, что он в скором времени все-таки откроет свои двери, и наши пловцы будут заниматься, и не только пловцы, а все жители города Алдана, района, смогут возобновить занятия плаванием. Ну, жители рассчитывают, а власть должна этому способствовать. Мы активно работаем с республиканской властью. Я подчеркиваю, что бассейн находится в видении республики, и для того, чтобы его реконструировать. То есть работа идет постоянно, и мы не упускаем ни на минуту, не упускаем эту работу. Коснулись бюджета. Бюджет действительно непростой, сложный. Как вы видите, 2018 год, подужаться придется? Ну, подужаться придется, наверное, всем, но та оптимизация бюджетных расходов, которая была начата в 2013 году, она приносит свои определенные положительные моменты. Мы активно оптимизировали свои расходы по бюджету муниципального района, что позволило нам сформировать свою, пусть небольшую, но свою инвестиционную программу. Как я уже говорил, в рамках этой инвестиционной программы мы строим культурно-спортивный комплекс. Это не такие великие деньги, но, тем не менее, они идут за счет нашей инвестиционной составляющей. Мы в прошлом построили 12-квартирный дом для медицинских работников, и вот уже 16 новых врачей у нас трудятся в Балданской центральной районной больнице. Оптимизироваться придется, потому что где-то придется пересмотреть, конечно, свои расходы, но ключевые расходы, которые будут направлены, именно социальные расходы, они будут все сохранены. Мы выполняем и указы президента Российской Федерации по повышению заработной платы, мы выполнили их на 100%. Я думаю, что социальные расходы у нас сокращаться не будут, они будут только наращиваться. Все вы знаете, что у нас им род будет повышен, и в мае месяце минимальный размер оплаты труда будет повышен. И на это деньги, конечно, будут направляться. Ну, где-то придется подужаться в каких-то других расходах. Но социальные расходы будут сохранены на 100%. Местный бюджет, ну, понятно, золотодобывающие предприятия идут сверх плана, ставят рекорды определенные, транспорт работает, вот тарифы снизили, да, железнодорожные, привели в соответствие с РЖД. Ну, а в остальном, в остальном развитие производства очень слабо идет, да, по району. Средний бизнес, малый бизнес есть, конечно, но процент небольшой. Где брать дополнительные доходы? Вы знаете, я бы не сказал, что малый и средний бизнес развивается плохо, да, ему может быть непросто в существующее время, но те мероприятия, которые оказывает государство в поддержке малого, в том числе малого бизнеса, потому что, конечно, мы на него очень сильно рассчитываем, на развитие малого бизнеса. Вот, те мероприятия, которые оказывает государство в его поддержку, способствуют тому, что у нас не сокращаются предприятия. Вот, мы все думаем, что у нас кто-то сокращается, кто-то закрывает производство. Тем не менее, статистика показывает другое, что у нас идет открытие новых предприятий. У нас активно работает бизнес-инкубатор наш. Активно помощь оказывается на поддержку новых производств, которые начинают у нас возрождаться, наверное, в Алданском районе. Тут и сельское хозяйство, и люди хотят заниматься сельским хозяйством. Люди хотят оказывать услуги, работать именно в сфере услуг. Поэтому мы стараемся максимально им помочь для того, чтобы облегчить им положение. Тут и, конечно, огромное спасибо, наверное, то, что государство уменьшило тарифы на электроэнергию, в которой, конечно, она в составляющей в себе стоимости. Я думаю, тут, конечно, есть у нас производства, которые нам помогают на сегодняшний день жить в этих нелегких условиях. Это, понятно, крупные производства, вы сказали, по золотодобытчикам, но и магистральный газопровод Сила Сибири, те люди, которые приезжают сюда, они регистрируются, эти предприятия, те малые предприятия, которые обслуживают газопровод. Соответственно, НДФЛ, тот налог, который, он остается в районе. Он остается в районе, но мы должны быть все равно готовы к тому, что эти предприятия уйдут. Уйдут, и нам придется уже работать с тем, что останется здесь. Ветхое жилье, переселение из аварийного жилья, программу выполнили в 2018 год. Федеральная заработает только с 2019, но республика взялась на себя расходы. В 2018 году что по Алганскому району будет, сколько человек получат новую квартиру? И будет ли строиться? Действительно, в 2017 году мы завершили программу переселения. Мы построили порядка 21 тысячи квадратных метров жилья. Благодаря правительству Российской Федерации фонд, который занимался этой программой, он сохранен. И в 2018 год происходит набор новой программы, которая заработает, федеральная программа, которая заработает с 2019 года. Но, как сказал Егор Афанач Борисов, в 2018 год для нас не будет неким временем, когда мы не будем переселять людей из ветхого жилья. К слову сказать, Алганский район является лидером по количеству ветхого жилья. И на сегодняшний день мы в реестр занесли порядка 560 домов ветхих, которые нам необходимо расселить. Республика об этом знает, и поэтому, ставя приоритеты, одним из приоритетов был именно Алганский район. Мы к этому готовы. У нас есть определенный задел, который мы хотим реализовать в 2018 году. Свою программу мы уже в Министерстве строительства защитили, свои объемы показали. И я думаю, что в 2018 году, пусть не таким объемом, мы все знаем, что на республику дается всего 500 миллионов. 500 миллионов это немного. Но мы заявились двумя многоквартирными домами в эту программу. Надеемся, что нас поддержат, и мы сможем реализовать в 2018 году заселить людей и переселить их из старого ветхого жилья. Ну вот так быстро наше время подошло к концу, Северин Николаевич. Буквально кратко, какую явку прогнозируете вы по району на выборах 18 марта? Ну, традиционно на выборах главы государства алданцы показывают достаточно высокую явку, более 62-65%. Мы также рассчитываем, что жители района проявят свою гражданскую позицию, гражданскую активность и придут на выборы. Люди у нас неравнодушные, люди у нас понимающие, они смотрят, что эти выборы, эти выборы, они являются, конечно, ключевыми для всей страны и для Алданского района в частности. Уверен, что явка должна быть достаточно хорошая. Спасибо, Северин Николаевич. Спасибо. Спасибо вам. Это было актуальное интервью с главой Алданского района Северином Позняковым. Оставайтесь с нами. Северин Николаевич.